В русском языке имена прилагательные делятся на три разряда. В основе классификации лежат лексические и грамматические особенности обсуждаемых частей речи. Общим для всех прилагательных является обозначение постоянного, не меняющегося со временем, признака предмета. Различия начинаются с характера их лексических основ, выражающих непосредственные, проявляющиеся сами по себе, а посредованные, определяющиеся через сравнение с другими явлениями. И принадлежностные свойства и качество предметов. Энтен Пепеп. Качественные прилагательные. Качественные имена прилагательные отвечают на вопрос какой. И обозначают прямые наименования признаков, связанных с лексическими значениями. Цветов красный, розовый, малиновый. Пространственных характеристик, правый, левый, прямой, кривой. Физических свойств предметов, кислый, сладкий, горячий, холодный, легкий, тяжелый. Внешнего вида и внутренних качеств людей и животных, тонкий, толстый, умный, глупый, ленивый, трудолюбивый. Выражаемые качественными прилагательными признаки могут проявляться в большей или меньшей степени, а сами прилагательные, иметь степени сравнения, легкий, легче, легчайше и сочетаться. С наречиями меры и степени, очень легкие и превращаться в них легко. Качественные прилагательные могут иметь антонимы «добрый», «злой», «высокий», «низкий». От них часто образуются абстрактные имена существительные, сладкий, сладость, кривой, кривизна. Качественные прилагательные могут иметь полную и краткую форму «легкий», «легок». С помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, говорящие без труда придают им субъективную оценочную форму «легонький». Все вышеперечисленные признаки не обязательно проявляются в одном и том же слове, но они не характерны для других разрядов прилагательных, и наличие хотя бы одного из них уже указывает на качественную. Характеристику части речи. Относительные прилагательные. Относительные имена прилагательные отвечают на вопрос «какой?» и обозначают косвенное наименование признаков, определяемых через отношение к другому, предмету или лицу, апельсиновый. Сок. Сок из апельсина. Детская одежда. Одежда для детей. Действию. Стиральный порошок. Порошок для стирки. Времени или месту. Весенний дождь. Дождь, который идет весной. Городской транспорт. Транспорт, функционирующий в городе. Понятие «философский трактат». Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения. Чаще всего их можно заменить предложенными именными сочетаниями со словами, от которых они образованы, смотри выше. Для относительных прилагательных свойственен производный характер, в то время как качественные сами служат основой для других слов. Относительные прилагательные могут переходить в разряд качественных. Обычно это происходит в тех случаях, когда слово попадает в иной контент и изменяет свое лексическое значение, железная решетка – решетка, сделанная из железа, и железная воля – сильная, крепкая, несгибаемая. Притяжательные прилагательные. Притяжательные имена прилагательные отвечают на вопрос «чей?» и обозначают принадлежность одного предмета другому. Как правило, притяжательные прилагательные указывают на одушевленное лицо – человека, мамин халат, дядин автомобиль или животное – медвежье берлога. Принадлежность к неодушевленным предметам в русском языке обычно выражается с помощью относительных прилагательных или других частей речи, но иногда и здесь, в основном, художественной. В литературе в авторском метафорическом контексте можно встретить притяжательные прилагательные, например, ребровый дуги у Маяковского. Озвучено Яндекс.Спичкит. Притяжательные прилагательные образуются от существительных с помощью двух групп суффиксов – of, yef, in, in, и я, йо, иныйский. Притяжательные прилагательные могут переходить в разряд как относительных – бобровый домик, притяжательное значение, бобровый воротник, относительное, так и качественных – медвежье. Берлога – притяжательное значение, медвежье услуга – качественное – частей речи. Подведем итог. Озвучено Яндекс.Спичкит. Разряд имени прилагательного можно определить, исходя из его лексического значения. Вначале стоит задать вопрос и посмотреть, что именно обозначает то или иное слово, самоценно ли оно само по себе, качественное прилагательное, и не относится ли оно к какому-либо неодушевленному. Предмету «относительное прилагательное» или одушевленному лицу «притяжательное прилагательное» – по разнице в вопросах какой. Чей? Притяжательные прилагательные легко отделяются от качественных и относительных. Качественные прилагательные проще всего определить, попробовав изменить их, дав субъективную оценку, поставив в краткую форму или развив их качество до той или иной степени. Относительные прилагательные видно по возможности образовывать сочетания из двух существительных. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!